Почти 4 часа судья Ленинского районного суда зачитывал приговор по делу экс-начальника Департамента здравоохранения региона Светланы Романчук. Напомним, ее обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник, находясь на высоком посту, лоббировала интересы компании «Медтехника» и понуждала руководителей больниц региона заключать договоры на обслуживание оборудования именно с этой компанией, иногда угрожая увольнением. Предприятие «Медтехника» государственное, но тем не менее работает на рынке и по его законам. В связи с этим прокуратура просила для Романчук пять лет лишения свободы условно. Суд вынес другой приговор, хоть и обвинительный – 250 тысяч рублей штрафа. Суд приходит к выводу возможности исправления подсудимой без изоляции от общественных связей, с чем назначает предусмотренный уголовным законом наказания в виде штрафа. Настяжение цели установления стальной справедливости исправления подсудимой предупреждения о совершении новых преступлений может быть достигнут без назначения более строгого вида наказания. Основание для применения к судам статьи 64-й судом не установлено. Штраф не может быть назначен условно, в связи с чем основание для применения статьи 73-й уголовного кода связи с федерацией не имеется. Также суд не усматривает основание для изменения категории преступлений на меня нетяжек. Также судья посчитал, что Романчук не должна занимать должности, на которых требуется использовать организационно-распределительные функции сроком на два года. В качестве смягчающих обстоятельств было принято наличие наград, пенсионный возраст, наличие хронических заболеваний у нее и ее родственников. Очень обидно, что суд не услышал доводов защиты о необходимости оправдания Романчук. Но вместе с тем решение об обжаловании будет решено после детального исследования приговора, который мы еще на руки не получили. К сожалению, больше добавить и прокомментировать нечего. Светлана Романчук свою вину не признала и до последнего надеялась на оправдательный приговор. Я пока не знаю, буду ли я обжаловывать решение суда. Это мы решим вместе с семьей и с адвокатами. Но с моей точки зрения принимать во внимание те доказательства, которые представляет господин Рутюнян, и не принимать противоречащие им доказательства со стороны лечебных учреждений нельзя. Соглашаться с доводами некоторых главных врачей, что я угрожала их уволить по телефону, например, в то время, когда велась прослушка моих разговоров и доказательств не представлено, но тоже с моей точки зрения нерационально. Очень многие вопросы, конечно, с моей точки зрения судом рассмотрены однобоко, но, наверное, я правда должна радоваться минимальному наказанию. Расследования и суд по делу Романчук длились больше полутора лет. Были допрошены все руководители учреждений здравоохранения региона. Крайний день для обжалования решения суда – это первый рабочий день Нового года.